Общероссийский народный фронт ОНФ подверглись дороге, имеющей срок гарантии подрядчиков. Многие наши соседи по Приволжскому федеральному округу оказались почти в конце рейтингового списка. Так, например, Йошкар-Ола заняла 84-е место. Ульяновск оказался на 116-м. Для оценки состояния гарантийных дорог использовался визуальный и инструментальный контроль. Измерялись такие дефекты дорог, как яма, колея, выступ люка, необработанные швы и разрушение покрытия. При этом в рейтинге учитывается год последнего ремонта дороги. Капитальный ремонт многих столичных дорог прошел во второй половине прошлого года. На участке дороги по улице Богдана Хмельницкого уложили новый асфальт и расширили перекресток. Это помогло разгрузить плотный поток машин. В час по этой дороге проезжают более тысячи авто. Расширили перекресток и на пересечении улиц Гагарина и Энгельса. Работы были непростые. Пришлось кое-где переносить инженерные коммуникации. Подрядчики отмечают, что новая технология позволяет укладывать асфальт на щебенку даже при минусовой температуре. При реконструкции дороги по улице Энгельса строители тоже использовали современные методы. На данном конкретном перекрестке было выполнено уширение с трех сторон для увеличения пропускной способности. На данном перекрестке интенсивность движения составляет около 700 автомобилей в час. В 2015 году в городе было реконструировано 8 перекрестков и более 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Весна 2016 года показала, что в целом подрядчики качественно выполнили работы. Это отметили и активисты ОНФ. Считаем, что 13 место мы получили незаслуженно, мы могли занять и более высокие места. В осенне-зимний период, 15-16 год, осуществлялся ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Всего выполнено ремонт на площади 12 тысяч квадратных метров из расхода на 1400 тонн литого асфальтобетона. В этом году мы применяли только литой асфальтобетон. На сегодняшний момент это самая современная технология. В городе проходит реконструкция Московского моста. До дня республики планируют открыть в первую очередь транспортные развязки в микрорайоне Садовой. Особое внимание уделено и ямочному ремонту. Благодаря ему проблемные участки дороги удалось сохранить в удовлетворительном состоянии до планового капитального ремонта. Мы проводим чисто ямочный ремонт холодным асфальтом. Таким образом просто устраняем аварийность дорог в целом. Но при благоприятных погодных условиях в апреле месяце мы переходим уже на текущий ремонт, где будем производить вырубки асфальтового полотна и просто будем латать уже горячим асфальтом. Состояние дорог волнует прежде всего тех, кто по ним ездит. Мы задали столичным автомобилистам только один вопрос. Довольны ли они качеством чебоксарских дорог? Я сам как вниз Чебоксара из Мордовии, но дороги у нас лучше, у вас намного хуже. Не устраивает качество ваших дорог. Есть места, где ямы требуют ремонта очень много. Ломаются машины в ямах. По маршруту, к которому я езжу, хорошие участки дорог это в центре, по Энгельсу и по Ленину, да? А плохие в сторону Благовещенского района и мост в сторону Мегамола. Как только дороги окончательно подсохнут, начнутся ремонтные работы. Недобросовестные подрядчики будут выполнять их за свой счет. 13-е место в рейтинге качества дорог – хороший стимул работать еще лучше в этом направлении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова